Привет! Поговорим сегодня о стоимости муравьев. Такая бомбическая тема для многих начинающих киперов, особенно из регионов. Ребят, я ни в коем случае не хочу кого-то из регионов обидеть, все живут по-разному, у всех разные доходы, но поговорим немножко в другом контексте. Из чего складывается стоимость тех же муравьев, экзотических и наших? Во-первых, их никто не штампует, не производит и не выращивает в фермерском каком-то хозяйстве. Все, практически все муравьи это пойманные особи в дикой природе. Небольшая пауза. Хочу порекомендовать вам магазин фермы муравьев Фуанс. Фермы этого магазина спроектированы и произведены в России. Ассортимент магазина широкий, есть классические горизонтальные фермы и мои любимые фермы-кубики. Цены на фермы муравьев в этом магазине вас приятно удивят без всяких промо-кодов. И самое главное, я могу их смело рекомендовать, потому что сам пользуюсь этими фермами. Ссылка на магазин ждет вас в описании. Ну а мы возвращаемся к основной теме выпуска. Есть, конечно, исключения с отпочковыванием новых выводков, отводков от действующих колоний, но это мало-мало реально, что ли. Это не во всех видах и не везде это годится. Поэтому принимаем за основу то, что все, без исключения все матки, а матки основывают муравьиную колонию, все ловятся в дикой природе. Поэтому начнем с ловцов маток, муравьиных маток. Профессии такой пока нет. Может быть, она, конечно, когда-то будет, но пока нет. А это говорит о том, что заработок этот сезонный и заработок этот весьма ограниченный. Более того, он нестабильный. Можно наловить, а можно нифига и не наловить. Первым делом человек, какой-то человек должен поймать определенное количество маток. Если мы говорим о том, что для себя не на продажу, то можно поймать 2-3 и, в общем, не отвлекаясь от работы, от учебы, если повезет, конечно. Но если мы говорим о магазинах, о массовой продаже, это должен быть какой-то отдельный удачливый человек или группа лиц, которые наловят этих маток, рассадят их по инкубаторам и дальше первое время начнет за ними ухаживать. Часто бывает не так. Часто бывает крупные магазины скупают маток оптом и скупают их на условиях, что оплатят только после появления первого расплода, первых личинок или первых муравьев. Это совершенно нормально, потому что матки бывают бракованными. То есть матка могла быть не оплодотворена, матка могла быть больна или заражена паразитом, и выход не стопроцентный. Поэтому тот, кто их ловит, зарабатывает совсем немного и зарабатывает сезонно. Матки могут стоить там несколько десятков или несколько сотен рублей за штуку, но если продавать их тысячами, то это, в общем-то, сезонный доход для регионов может быть неплохой. Дальше. Их все-таки нужно кому-то впарить. Магазинов не огромное количество, и далеко не каждый, кто решился налов маток и наловил маток, сможет их реализовать. Увы, это так. Увы, я сам знаю случаи, когда люди ловили и не смогли их куда-то пристроить. Кого-то не устроила цена магазинная, потому что какого хрена, да, муравьи продаются там по 1800 рублей, а мне их хотят купить по 200 или по 300. Вот нифига не продам. Ну, каждый хозяин своего счастья, кузнец своего счастья. Дальше. Человек должен, если он не продает оптом, или если магазин закупил эти колонии, он должен за ними какое-то время ухаживать. Если вы видите в продаже матка без расплода или матка только с яйцами, это значит, что риски переложены на вас. Может быть неоплодотворенная матка, яйца будут, а личинок может и не быть. Был тут скандал на эту тему пару лет назад, о нем в отдельном видео расскажу, и не только о нем. Так вот, уход, пересадка, кормление – это труд. Себестоимость именно расходных материалов небольшая. Но ухаживать за этим нужно время, силы, и, соответственно, человек должен на этом что-то зарабатывать. Поэтому чем дольше матку держат, тем с большим количеством муравьев она продается. Тем дольше она содержалась, и тем дороже стоят колонии. Это совершенно нормально. Дальше, по мере развития этих колоний, есть процент потерь. Есть процент потерь технический, то есть при пересадке придавили, или там затопило, или еще какие-то непредвиденные проблемы, их мало, но они, в общем, тоже существуют. Дальше есть процент естественных потерь. То есть когда матки по природным причинам погибают, то есть они болели, у них там мушка-паразит или там еще что-то такое. Ну, в общем, они живые, это нормально, это тоже бывает. Соответственно, производитель несет потери, а значит, несет убытки. Эти убытки закладываются, безусловно, в стоимость продажи. Кроме того, все та же пресловутая, но абсолютно необходимая любому бизнесу реклама. И, кроме того, сюда закладываются проценты прибыли. Никто бесплатно этим заниматься не будет, идейно. Подчеркиваю, массово не будет заниматься, а индивидуально, да, кто-то там отдает, продает, это нормально. Так вот, отсюда и складывается стоимость наших отечественных, близких к нам видов в, там, 500, 800, в 1000 рублей. Должна быть пересылка. То есть если где-то их поймали в Крыму, например, и продают в Москве, их нужно еще и доставить, а в процессе доставки тоже возможны потери, это тоже все формирует себестоимость. Но это касается больше экзотов, потому что там доставка дороже. И потерь там больше. То есть с нашими видами мы определились, что 1000-200 вполне могут набежать, и это, в общем, не страшно. Справедливости ради хочу сказать, что если вы покупаете матку как домашнего питомца, как основатели будущей колонии, то вы покупаете питомца не на один месяц и не на один день, а, может быть, на долгие годы. А это значит, что вот эти 1800 рублей, ну, я просто помню, что, по-моему, мы Жнецов брали что-то в этом духе, там, за 1800 или около того, но могу ошибаться. Это говорит о том, что это будет размазано на ваши общие затраты на долгие годы. То есть стартовый платеж может быть считается ощутимым, но в то же время он не соизмерим там с теми же какими-нибудь котами. Кот может стоить и 10, и 30, и даже 50 тысяч рублей. С собаками или там с попугаями вообще несравнимо. Жако вообще может стоить там 1000 евро вообще легко, птенец. Поэтому стоимость муравьев довольно невысокая. Дальше поговорим об экзотах. Экзоты вообще отдельная интересная тема. Их ловят в разных странах мира, ввозят в Россию теми или иными путями, не всегда идеально легальными. И путь совершенно может быть разнообразен. С разными режимами транспортировки, температурными, давление меняется. Может меняться влажность, положение многократно. И потери у экзотов гораздо больше, чем у наших муравьев, как правило. Например, сингулярисов мне удалось заказать только... Ну, заказать-то с первого, конечно, раза. Но получить колонию с живой маткой мне удалось, по-моему, с четвертого раза, с четвертой колонии. И это не считая потери поставщика. Поэтому экзоты – это отдельная тема. Тема довольно-таки... Тема довольно-таки обширная, тема довольно непростая. То есть получается, что экзотов должны поймать где-то в другом государстве, должны доставить их каким-то образом на нашу территорию. За все это время нужно их кормить, содержать. Все это время их нужно кормить, содержать. Обеспечивать им какой-то хотя бы минимальный уход. Кроме того, вполне могут быть потери. Это тоже неизбежно, это тоже нормально. Никуда от этого не деться. Все это образует стоимость. И если посмотреть магазины, например, в Германии, в Европе, стоимость может быть муравьев очень и очень приличной. Стоимость муравьев в Германии может доходить до нескольких тысяч евро в пике вполне. А несколько сотен – это вполне нормально. Кто-то из подписчиков мне писал, что в Европе филахи стоят в районе 200 долларов, по-моему. А у нас за 100 долларов уже считается дорого. Поэтому все зависит от накладных расходов и от потерь. Но еще есть прибыль, и еще муравьи оцениваются по редкости, по сложности содержания и так далее. И поэтому экзоты не могут стоить по 100 рублей за пачку. Покупка с Тао, с Тао Бао напрямую – это риск. Во-первых, их может не пропустить таможня. Во-вторых, вам могут прислать совсем не то, что вы хотели. В-третьих, вы можете получить колонию в таком состоянии, что шансов выжить у нее практически не будет. Поэтому цены в несколько тысяч рублей на экзотов вполне нормальны. Теперь поговорим о том, кто с этим не согласен. Буквально, наверное, 30 секунд. И я надеюсь, в комментариях вы составите или поддержку, или оппозицию этому мнению. Так вот, все, кто считают, что муравьи должны стоить дешево, все пишут гневные комментарии, все говорят о том, что какого хрена платить за них столько денег. Но пока никто не наладил какого-то массового, ну не производства уже, а массовых поставок и массовой реализации муравьев, тех же экзотов за копейки. Никто почему-то не хочет нести эти риски, никто не хочет заниматься этим хождением по почтам и так далее. Никто не хочет тратить на это время, силы бесплатно. Удивительно, никто не хочет, но все требуют. Поэтому напишите в комментариях, что думаете, мне интересно. Пока-пока.